И работайте сколько угодно. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Так проходят съемки короткометражного фильма «Выходные». В Барнауле завершился конкурс сценариев для детей, который выиграла целая команда школьников. Теперь по их сценарию снимают кино. Мы писали текст всей группой. Также я участвовала в помощи режиссера, то есть я помогала в процессе съемки. Впечатления от фильма необычные, потому что я впервые увидела, как происходит сам процесс съемки фильма. Во-первых, это очень большое время уходит на это, на создание просто фильма. Невероятные силы, выдержка нужна. Ранее для ребят провели киноинтенсив «Как снять фильм», где рассказали, как писать сценарии, как устроен мир кино. Преподавателем и режиссером выступил Павел Гудимов, выпускник ВГИКа. Напомним, проект реализует Центр общественных инициатив «Дорога добра» при грантовой поддержке движения первых. Всего на конкурс поступило 23 сценария. Мы получили несколько очень интересных сценариев, но выбрали все-таки историю, которую предложили девочки, потому что, во-первых, она отвечает всем тем трем направлениям, которые заявлены в сценарном конкурсе. Это дружба, это семья и это любовь к родине. Фильм мы снимаем о том, как две девочки из города едут в деревню, где одна из них более легко адаптируется, а вторая делает это достаточно сложно. Ну, она блогер, она любит сидеть в гаджетах. По мнению Татьяны Леоненко, фильм затрагивает важные проблемы современного общества в век информационных технологий. Срок на реализацию проекта – полтора месяца. Добавим, на площадке как профессионалы, так и любители. Для меня, наверное, скорее сложно представить, как сложные моменты, допустим, даже с вот этими курицами, условно, как это все представить, как это будет сделать, чтобы это было все красиво, чтобы кадр красивый, ну, как бы хорошо это выглядело, и потом это склейка главная была. Премьера короткометражки состоится во второй половине ноября в одном из барнаульских кинотеатров. Также организаторы планируют показывать картину школьникам на уроках о важном. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.